Rainbow English учебник, 6 класс, 1 часть, unit 3, step. Вот это еще 4 упражнения номер 10. Нам нужно записать эти слова, которые указаны в транскрипции. Но мы заодно посмотрим на кое-какие символы транскрипции. Итак, здесь написано, смотрите, двоеточие, напомню, значит, нам нужно звук более длинным произнести. И treat. Итак, treat – это, так, я вот думаю, не влезет, влезет, ладно, отдельно запишу. Treat, вы знаете, два перевода, или угощение, ну или лакомство, или удовольствие. Пишется оно вот так, treat. Затем, вот здесь вроде бы все понятно, читается как «э», да, здесь как «и» или как «й», здесь как «и» надо именно «wait». Wait – это ждать, пишется так. Затем, вот этот апостроф означает, что ударение падает на следующий слог. Вот это «ды», а потом какой-то, просто не помню, как-то неправильно его иногда читают, он считается как «дж». Перевернутый вот такой «э» означает тоже «э», только без ударения, то есть не бойтесь этих перевертышей, просто его только, главное, не «е» не читайте, он именно «э», короткий «э». Religious. Religious – это религиозный, пишется вот так. Затем, перевертыш, не боим, не боимся, да, это «э». Afraid. Afraid. Это бояться, кстати, совпало. Так, пишется так. Номер пять, как вы видите, тоже перевертыш, потому что он без ударения. Decorate. Decorate – это украшать. Пишем вот так. И шестой, последний. Удлиненный, вы видите, да, «и». А что же вот это, многие не знают, да, как это загогулино. Смотрите, если бы «т» не было, да, вот этого звука, это было бы «ш», просто звук «ш». А так как «т» стоит, вот всегда они в связочке, читайте их просто как «ч». То есть на самом деле тут всего лишь два звука «эйч». «Эйч» – это «каждый». Вот так он, ну да, пишется он по-другому, но главное, чтобы вы хотя бы читать. Хорошо научились транскрипции, тогда вам произношение не страшно. Вы, если что, посмотрели в словаре, увидели транскрипцию, поняли, как слово читается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...